приветствую дорогие друзья продолжаем нашу серию обзоров интересных советских автомобилей которые так и не попали на конвейер сегодня вам покажу семиместный минивэн москвич арбат автомобиль который опередил свое время и стал одним из последних проектов конструкторского бюро московского автозавода азлк машина получила ряд интересных технических решений которые впоследствии всплыли на других автомобилях известных иностранных производителей например на том же японском минивэне honda odyssey в виде поворотных передних кресел которые кстати мы увидим чуть позже или передние стойки со сплошным остеклением которые чуть позже появятся на той же skoda rumster там передняя часть машины вообще чуть ли не копия советского арбата но к сожалению наш автопром ничего реализовать не смог а вот иностранцы успешно внедрили давайте для начала поговорим о предыстории создания проекта 1986 году на злк начинается сборка хэтчбека москвич 2141 руководство завода принимает решение о расширении модельного ряда планировалось создать на базе хэтчбека седан универсал и даже минивэн хотя в ссср их предпочитали называть упв универсал повышенной вместимости для всей этой плеяды автомобилей параллельно начали разрабатывать несколько моторов среди которых были как инжекторные так и дизельные агрегаты первый макет минивэна азлк 2131 круиз появился в 1986 году на выставке автодизайн 86 а в январском номере журнала за рулем за 1987 год прототип уже красовался на обложке дизайн макета круиз создавался при участии известного самодельщика создателя советского самодельного автомобиля панголина александра кулыгина модель круиз имела довольно угловатые формы и вполне вписывалась концепцию минивэна для народа но к сожалению дальше пластиковых версий дело не пошло первый вариант минивэна так и остался макетом хотя и имел приятный внешний вид следующая версия минивэна получила индекс азлк 2139 и рабочее название арбат новый вариант оказался совсем не похожим на угловатый круиз за разработку облика взялся дизайнер александр сорокин который совместно с опытной команды художников и конструкторов начали заниматься более перспективным проектом тем более что этот проект был одобрен на самом верху минивэн продвигал генеральный директор азлк коломников который до этого работал министерстве автомобильной промышленности и имел там хорошие связи поэтому никаких существенных препятствий в реализации задумки уже не было работы длились более года практически без выходных готовый москвич 2139 был показан руководству завода 31 декабря 1987 года прототип получил всяческое одобрение и запуск серии рассматривался вполне серьезно сборку машин планировали в городе сухиничи калужской области на заводе автоматических линий окончательный серийный облик машины решили доделать уже совместными усилиями с итальянским дизайн-бюро гарнерро конструкция кузова минивэна была каркасно панельной в основе стальной остов плюс несущий пространственный каркас все наружные панели пластиковые передняя подвеска привода стойки коробка была от 41 москвича а вот в качестве движка на прототип установили уже новый бензиновый мотор а злк 21 414 объемом 18 литра мощностью 95 лошадиных сил линейку перспективных бензиновых и дизельных моторов планировали выпускать после запуска собственного завода двигателей сами движки уже давно разрабатывались конструкторском бюро азлк моторный завод строили с конца 80-х годов на площадке мсп-3 1991 году моторный завод уже был готов на 90 процентов однако ссср прекратил свое существование а с ним остановилось государственное финансирование стройки сейчас я покажу вам что конкретно планировалось делать на недостроенном заводе перед вами турбодизель азлк который вполне мог оказаться под капотом минивэна арбат или того же 41 москвича этот двигатель называется азлк 21 413 рабочим объемом 1,9 литра мощностью 85 лошадиных сил но была также версия без турбины атмосферный дизель выдавал всего 65 лошадиных сил планировалось производить и бензиновые движки объем 1,8 литра например азлк 21 414 который сейчас и стоит на арбате то есть там под капотом восьмиклапанный карбюраторный движок объем 1,8 литра но кроме простых восьмиклапанных бензиновых и дизельных моторов на новом заводе планировали производство и более продвинутых 16 клапанных движков вся новая линейка моторов была разработана и прошла испытание в 1988 году ждали только запуска моторного завода но из-за развала ссср масштабного производства перспективных движков так и не состоялось давайте посмотрим на машину сзади заодно и заглянем под заднюю подвеску минивэна задняя подвеска у арбата не такая как у 41 москвича здесь стоит мощная балка на рессорах такое решение было продиктовано тем что грузоподъемность минивэна значительно выше чем у 41 москвича ведь если сложить задние сиденья то сюда можно погрузить довольно много чего учитывая довольно большой внутренний объем поэтому и поставили рессоры наверное понимая что наш народ будет использовать машину как маленький грузовик возможно с развитием проекта здесь появилась бы какая-нибудь многорычажка теперь выдвигаемся в салон не могу не отметить классные дверные ручки очень приятно открываются у них довольно интересная форма и сам механизм открытия спереди очень просторно кстати передние кресла по задумке разработчиков должны были стать максимально удобными и функциональными тут даже наклон подушки должен был регулироваться а сами кресла вращаются вы спросите зачем да все очень просто это ведь упрощает посадку допустим пожилым людям ну или тем же инвалидным колясочником не уверен что кресло можно развернуть на 180 градусов но на 90 градусов они точно поворачиваются в любом случае задумка очень классные а теперь давайте заглянем салон со стороны водителя здесь кресло также легко вращается сильно этого делать не буду а то не хватало что-нибудь поломать хочу показать вам еще несколько интересных задумок во первых торпеда перемещается вверх вниз вместе с рулевой колонкой чтобы водитель мог подобрать себе оптимальное положение руля обратите внимание на рулевое колесо она имеет расширенный функционал на нем стоят кнопки управления стереосистемой и климатической установкой то есть перед вами первый советский мультируль ну и конечно панель приборов жаль она не светится но задумка мне очень нравится весьма оригинальное решение практически цифровая панель приборов с разноцветной индикацией даже расходометр сделали машина и по функционалу и по дизайну могла бы стать настоящей бомбой своего времени в общем тачка просто огонь но распада ссср этот проект не пережил в заднюю часть салона я не полезу покажу вам так принципе видно что здесь очень просторно настоящий семейный автомобиль с широкими возможностями трансформации и перевозки чего угодно сегодня прототип москвич арбат можно рассмотреть в москве на в днх павильоне транспорт ссср это 26 павильон рядом с ракетой восток машина стоит на выставке под названием мечта москвича там собрали уникальные экспонаты музея транспорта москвы политехнического музея а также и других частных коллекций ну что мои дорогие друзья надеюсь вам было интересно до новых встреч на просторах интернета